Вот я наконец-таки решила снять вам видео обзор про швабру от Фаберлик. Давайте я вам сейчас более подробно. Значит, этой шваброй я пользуюсь примерно полгода. Смотрите, какая она маневренная, эта швабра. Если мы сейчас возьмем и начнем мыть полы под столом или вокруг, то мне особенно так и не нужно что-то дополнительное напрягаться, а просто я беру эту шваброй и во все места попадаю ей и убираю легко. Вот я вам сейчас покажу. Тряпочка эта примерно у меня уже полгода. Я вам сейчас покажу, как я ее отстегиваю. Вот, смотрите. Да, грязная. Но вы видите, что у вас в основном будет и здесь идти упор, поэтому тряпочка будет у вас здесь больше изнашиваться, чем здесь. Я сейчас прополощу эту тряпочку, и вы увидите, что с нее грязь очень легко убирается. После того, как мы помыли полы, полоскаем тряпочку. Хорошо тряпочку мы прополоскали. Здесь средство от Фаберлик, с этой бедерочки для уборки. И одеваем ее на швабру. Одеваем на швабру. И обязательно при том, когда одели, опять же на эту кнопку нажали, и только после этого защелкнули. Потому что этот механизм может поломаться, если мы просто так будем нажимать. То есть и снимаем, и одеваем, нажимая на эту кнопку. Швабра легко и разбирается, и собирается. Вот вы ее собрали. Такая прекрасная, замечательная швабра. И после этого вы можете ее куда угодно вам поставить, сложить. А вот еще прекрасное дополнение к этой швабре. Это вот такое замечательное ведро. Здесь есть такая петелька, где вы можете легко, вернее, за которую вы можете легко подвесить для ведра, и у вас будет оно храниться. А теперь я вам у него хочу показать, какое же оно. Посмотрите, какое оно большое, это ведро. Смотрите, какое оно большое, вместительное. Вот, ее также можно собрать. И убрать его на хранение. Здорово! Все, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok